Ну давайте мы, наверное, тогда логично мы сейчас перейдем к теме диагностики сна. И я так понимаю, что у нас есть видеоролик, который нам чуть поможет, после которого мы подключимся к нашему разговору. Итак, золотым стандартом диагностики во всем мире и в Украине является полисомнография. Когда много датчиков, на пациенте мы видим энцефалограмму, кардиограмму и еще другие датчики, плюс видео, аудио. Данный пациент в возрасте 48 лет поступает нам весом 140 килограмм. Как вы видите на полосе частота дыхания, поток дыхания, паузы по 30 секунд. Он сейчас не дышит. Дышит всего лишь навсего. Раз вдох, два вдох, три вдох, четыре вдох. И следующая пауза по 24, по 19 секунд, по 30 секунд. Суммарно он не дышит ночью 4-5 часов. Это в 15 минут первого ночи приводит к тому, что кислород СПО2 мы видим 67, 64%, 63%. Реанимация была 85%, цифра критичная. Сегодня по ковиду была цифра 90. Показание 92, да. 90-92 у беременных. Мы видим, что у пациента пульс разгоняется с 40 до 113. Тахикардия, брадикардия, тахикардия, брадикардия. Порядка 12 лет гипертония. Слышите, какой храп? Гипертония. 200-220, таблетки не работают. Нарушение ритма. Полная импотенция 6 лет. Сахарный диабет 6 лет. Жена спит в другой комнате, потому что синдром рикошета, который мы сделали открытие. Никто не спит с храпуном. Спят поверхностно. В том числе детишки, если возле папы спят храпуна. Жена спит в другой комнате, все надоело. Литр водки на ночь, потому что страшно идти спать. Начинается психоневрология, страшно спать. Он не понимает, почему. Чувство страха, страха сна. Теперь посмотрите, мы опустились, не поднимался кислород. Меньше минуты. 50% кислород. Что мы видим на кардиограмме? Паузу сердца, остановку сердца. 9 секунд. Хорошо, что оно запустилось, а если нет? 80% внезапных смертей происходит ночью под утро из-за гипоксии. Мозг реагирует, кричит. Помогите! Встань, пойди, погуляй в туалет, куда-нибудь. Он пойдет в туалет, заснет его в туалет и упадет в туалет. Итак, начинаем сейчас терапию. Это банальный, классический пациент, которых у нас в стране порядка 12 миллионов. А вот сейчас мы видим, как пациент, тот же самый пациент, та же подушка, те же трусы, одеяло. Тут же он на фоне лечения. Маска СИПАП, подает поток воздуха, глотка открывается. Кислород, вы видите, СПО2, 80, 98, 96, 97. Не бегает в туалет, не сушит во рту. Работаем, правда, еще с позицией в кровати. На утро бодрый, активный, выспанный. Результат на утро, сразу, удивленный. Не бегал в туалет, бегал в туалет 10 раз. И женщины бегают тоже, это не связано с аденомой пристательной железы. За год пациент худеет на 50 килограмм. Через две недели после сна, дома уже в условиях с СИПАПом, через две недели перепуганный звонок в 6 часов утра ко мне. Юрий, если так перед смертью должно быть улучшение, или как? У него все поперло, то, чего не было 6 лет, полная импотенция. Жена довольна, бизнес пошел, кардиостимулятор ставить не надо, давление стабилизировалось день-два. Капли в нос ушли через день-два. Поэтому вот так выглядит. И диагноз за одну ночь. Поэтому кто сомневается, жены, запишите на видео, отправьте. Как только идет вопрос, есть остановки дыхания во сне, бегом в лабораторию сна. Или же маленький диагностический приборчик, это мы можем провести в домашних условиях. Сейчас я продемонстрирую, кто не хочет, кто сомневается. Маленькие часики с пульсоксимметром, пульсоксимметрический датчик и поток дыхания конюлька. Дома запрограммировали, не хотите ехать в лабораторию сна, приехали, а новой почтой передали. Передали самый объективный метод, скрининговая диагностика на дно. Недорого? 3000 гривен. Это не 9000 евро поехать в Германию. Понятно. Поэтому. Однажды сталкивалась в своей семье с темой сна, и муж был, возможно, в вашей лаборатории, он не смог там спать полностью, потому что он был подключен к датчикам. И качество его сна в лаборатории гораздо хуже, просто потому что ему это мешало. Для этого немцы делают три ночи. Стандарт. Адаптация, диагностика, лечение. Но мы пытаемся делать, вот в данном случае хватает одной ночи, сприт-найт. Есть такая методика, утвержденная, даже Мездравовский протокол есть украинский. Можно за одну ночь провести... Проблема, то есть, показывает. Возможно, не на 100%, но, в общем, она видна. Она есть или нет? 100%, 100% результат.